Алексей Николаевич Перепелкин родился 5 октября 1922 года в деревне Калычево Егоревского района. С началом войны жизнь молодого человека, как и всей страны, круто поменялась. В августе 1941 года вермахт рвался к Москве и 18-летнего Алексея призвали в Красную армию. Он стал связистом войск НКВД и попал в легендарную дивизию особого назначения имени Дзержинского. В ее составе участвовал в боях за оборону Москвы и стал участником знаменитого парада. 7 ноября 1941 года. Конечно, проводить такое мероприятие в период войны – это очень опасно. Но погода была такая, шел вот такой крупенький снежок, и погода была для авиации нелетной. Так что мы не боялись, что нас могут расстрелять с воздуха. Тогда подразделения с Красной площади прямиком отправлялись на фронт. Второй полк дивизии был практически полностью уничтожен под деревней Крюково. После парада 7 ноября 1941 года он еще был, как говорится, укомплектован. Так, и в ноябре месяце он был полностью уничтожен врагом. Так, от полка в количестве двух с половиной тысяч людей осталось всего восемь человек. Ни одного офицера. Когда Сталин узнал, что второй полк уничтожен, он аж плакал. В 45-м Алексей Николаевич снова принял участие в параде на Красной площади. Но уже в параде победы. Демобилизовался в 48-м. Практически сразу поступил на службу в Шатурский отдел МГБ. В 53-м там же был назначен заместителем начальника милиции по политической части. А в 56-м переведен в Воскосинск. До 56-го года Воскресенская милиция была на самом последнем месте. Так, и в 56-м году, в августе месяце, и начальника милиции, и заместитель начальника милиции по оперативной работе, обоих сняли с работы. И мне была предложена должность заместителя начальника милиции Воскресенской по оперативной работе. Уже через три года Алексей Перепелкин возглавил Воскресенскую милицию. Вот я работал начальником милиции. Я раньше 12 часов ночи никогда с работы не уходил. Так. И во все праздники все мы работали. Под его руководством Воскресенский отдел внутренних дел стал передовым. Любой коллектив, он славен тогда, когда хороший коллектив. Так вот, в первую очередь, я занялся воспитанием своего коллектива. В 65-м году он был награжден Орденом Трудового Красного Знамени, а в 68-м ушел в отставку, но еще 17 лет проработал на химкомбинате. Был особенно дружен с директором предприятия Николаем Федоровичем Хрипуновым. А я любил рыбалку, охоту, и он тоже. И мы с ним на этой почве так сдружились. И мы были не товарищи, а настоящие друзья. Алексей Николаевич Перепелкин и сегодня в строю. 99-летие встречается с солидным багажом. У него трое дочерей, внуки и правнуки. Новое поколение правоохранителей не забывают ветерана. Регулярно навещают, слушают истории о службе, перенимают жизненный опыт. Мы присоединяемся к поздравлениям и пусть здоровью ветерана. Будет крепким. Денис Нитков, Новости Искровект.